Ханктинтон-Бич уже 15 лет официально носит название города серферов, которые начали осваивать местные волны еще в начале 20 века. И не случайно, продолжая вековую традицию, именно здесь проводится US Open of Surfing, которое называют пружиной в карьере будущих мировых чемпионов. Из US Open of Surfing вышло много известных чемпионов. После победы здесь они, как правило, завоевывают мировые титулы. Если бы существовала глобальная аллея славы серферов, наши победители точно были бы в ней. Волны на Ханктинтон-Бич небольшие, но, по словам организаторов, достаточные для того, чтобы спортсмены могли продемонстрировать свою технику. Для мужчин эти соревнования носят квалификационный характер. 10 сильнейших отправятся в мировой тур. Для женщин же это уже один из этапов борьбы за желанный первый титул. На US Open of Surfing съехали серфингисты со всего мира. Но в этом году победителем среди мужчин стал уроженец Ханктинтон-Бич, 19-летний Каноуа Игараши. Вместе с титулом получивший приз в 100 тысяч долларов. Я люблю Ханктинтон-Бич, я здесь вырос и научился серфингу. Большое спасибо, это самая большая победа и лучший день в моей жизни. Другая жительница Ханктинтон-Бич Джесси пока еще только мечтает о спортивной славе. С 9 лет она занималась велосипедным кроссом, год назад увлеклась фристайлом. Говорит, что падает почти каждый раз, когда катается. Ломала и лодыжку, и ключицу, но ее это не останавливает. Гораздо сложнее заниматься фристайлом, если ты девочка. Парни всегда смотрят на нас высока, это непросто. Они видят тебя на велике на улице и говорят, это же девочка, что она может. А потом видят, как ты ездишь, и по-другому начинают к тебе относиться. Помимо серфинга и велофристайла, в рамках чемпионата также проводятся соревнования по скейтборду. Представляете, любимые подростками виды спорта, организаторы надеются не отстать от новомодных молодежных трендов. Евгения Дюло, Настоящее время Америка, Лос-Анджелес.